А спонсор этого выпуска магазин Крейс Шоп. Самые лучшие вещи CSGO по самым вкусным ценам. Высокий шанс выпадения крутых вещей, низкие цены и гарантия качества. Переходи по ссылке в описании и испытай свою удачу на сайте Крейс Шоп. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь одна такая точка. Нам сейчас нужно будет вернуться назад по вот этим пещерам и пройти вот к этому островку, так сказать. Почему-то я называю это место островком, хотя она на островок не очень похожа. Так, точные координаты 7,52 и это где-то в этом туннельце. Не знаю, что там такое, но знаю, что нам нужно возвращаться назад. И где-то тут еще, наверное, должны быть черные. Пока что я их не вижу. Может они свалили отсюда? Хм, их нету. Ладно, бежал я откуда-то оттуда. Давайте туда и возвращаться. Иду я как будто по снегу. Звук слышите какой? Хотя тут вода такая. Слушайте, ну черных я так и не нашел. Я выхожу уже из этой пещеры. Фух. Слушайте, последняя точка. А игра такая жуткая, что просто жесть. Так, ладно. И куда нам нужно? Тут какой-то вот лагерек, что ли. Ой, тут нож. Недорезанный тотемчик какой-то. Ну, видимо, нам теперь вот в ту сторону. Или нет? Как мне теперь выбираться отсюда, ребятки? Наш чувак не умеет прыгать. Вот в чем прикол. Зашибись. Как мне теперь проходить дальше? Опять идти сюда? Ладно. Давайте попробуем пройти так. Так, внизу тут мы нигде не сможем пройти. А тут я не видел нигде выхода. Если вот только по верху где-то идти. Громкие звуки этих капель. Эй, 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 чувак, поднимайся. Очень-очень страшно. Какие корни, смотрите, проросшие здесь. Ах, природа Северного Урала. Не знаю, есть ли там на самом деле такие пещеры. Но все знают, наверное, Кунгурскую пещеру. Это не так уж и далеко. От этих мест. И там это такая ледяная, красивая пещера. Не то, что жуткая, но красивая. Так. А вот сейчас мы вышли к лагерю, к нашему. Вот видите, там лагерек есть. А можно нам вот туда как-то, а? Или это то место, где я проходил совсем недавно? Мне туда, наверное, не нужно. Так, ладно. Давайте тогда вернемся к лагерю. Сохранимся. Во-первых. Во-вторых, будем уже искать дорожку, которую нам действительно нужно найти. Так, сохранение, собственно, произошло. Можем ли как-то поближе мы к той точке? Переместиться. Пожалуй, нет. Мне все равно нужно в эту систему пещер. Так что я сейчас просто пойду вот в ту же пещеру и поверну в ней налево. Или ближе будет по другой пещере пойти. Вот по какой-нибудь по этой. Тут просто один большой длинный коридор, и мы придем туда, куда нужно. Мне кажется, это неплохой вариант. Давайте попробуем так и сделать. Вот это дерево, это какой-то мосток такой наверх. Ой, что-то я опасаюсь, что я здесь не поднимусь. Да, так и есть. А вот по этому мостку я могу подняться? Эй, да я вообще сюда не могу подняться. Как мне, черт возьми, зайти туда? Никак, ребятки. Что за фигня? Никак не могу пройти туда, придется только по этой пещере, значит. Та пещера, это просто выход. По которому мы, видимо, будем уже обратно идти. Ну что ж, тогда пойдем по этой. Так, вот в ту сторону мы ходили. И ничем хорошим это не закончилось. А вот здесь мы рискуем упасть куда-нибудь. А, если только не пойдем вот сюда. Смотрите, грибочки растут. Галлюциногенные. Не нравится мне это место. Затишье такое наступило. Ой, смотрите, там огонь. Че это? Чего это там огонь? И куда это мы пришли? Ох, 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 ох. Будут ли нас тут встречать духи? Ой, тут все в огнях. У меня вопрос, куда мы пришли, ребята. Если верить карте, то мы прошли куда-то вот сюда. А, вот там внизу, видимо, был обратный путь. А мы прошли сюда, а сейчас мы пойдем вот где-то здесь, да? Вот где-то здесь. Пойдем прямо. Ладно. Прямо так прямо. А место очень жуткое. Что у нас тут? Костерок горит. Вопрос, куда мне нужно идти? Фух. Жуткие пещеры. Ой-ой-ой. Еще и звуки такие начались нехорошие. Ох, нифига, тут ледяное озеро какое-то. Так, и что? Мы пришли туда, куда нам нужно или нет? Я не уверен. Ну, там тоже горит костерок какой-то. Не знаю, туда мне или нет. Но мы идем куда-то вот сюда. А вот эти жуткие звуки мне не нравятся. Смотрите, куда мы пришли. Ой, тут походу записочка. Но я же прыгать не могу. А где она находится? А она находится там. И чтобы туда пробраться я не знаю, что мне нужно сделать. Можно ли вот там обойти как-то? Мне получается как-то назад нужно идти. Стоп. А я назад смогу? Смогу, слава богу. А, или вот по этим шнягам можно пропрыгать. Но я не уверен, что я приду туда, куда мне нужно. Тем более, что я упал. Зашибись. Я не совсем уверен, что мне нужно было упасть. Фух. Отлично. И как мне теперь подняться наверх? Ребятки, I need help. Мне нужно подняться как-то наверх. А я не могу никак подняться наверх. Здесь нет такого подъема. Может быть, что-то здесь. здесь. Вот, вы мать, тут выход какой-то. Не совсем выход. И что? И как вы мне предлагаете загрузиться? Я не могу подняться наверх, черт возьми. Может быть вот... Ого, отлично. Кстати, я бы тут нигде бы не прошел, наверное, да? Да. Только снизу, получается, и можно. Так, ну и вот она записочка. Ночь. Мы провели в каком-то подобии гостинице. Спали по два человека в кровати. Проснулись в девять утра. Вообще-то спать было довольно удобно, хотя и прохладно. Мы забыли закрыть форточку. Сели завтрак, упаковали вещи, и в одиннадцать уже были готовы отправляться. Мы поехали в кузове грузовика, поэтому было слегка холодно. В пути болтали обо всем подряд. На месте поговорили с местными рабочими. Особенно хорошо я запомнил одного. У него была красная борода. Ребята прозвали его бородачом. Приготовили и съели ужин. Теперь отдыхаем. Одна половина группы изучает карты, другая спит. Я занялся оборудованием и журналом. Холод все еще сложно выдерживать. Руки трясутся, но мысли мои значительно яснее, чем вчера. Не осталось никаких переживаний. Перед нами длинный путь, но я чувствую только радостное возбуждение. Такое впечатление, что лес зовет нас. Этот красивый, волшебный и темный лес. Лес. Так что это? Дневники группы Дятлова или нет? И... Эта записка была ключевой? Нет, это была не ключевая записка. Этому получается... Не по тому проходу я пошел сейчас. Нужно идти дальше. Нужно идти было дальше. Только как теперь я пойду? Ребятки. Теперь надо спускаться куда-то сюда. И выходить. А мне не нужно выходить. Черт. Но, видимо, придется. Ай, по узкому такому ущелью. Так. Там горит костерок. И где-то еще записочка. Видимо, там же. О, боже. Кто это говорит? Кто это говорит, мать ваша? Еще одна записка. Ожившие трупы в Сибири. Существовало ли совершенно секретное учреждение, в котором ученые работали над воскрешением мертвых? Некоторые признаки указывают на то, что ответ положительный. Мы находимся в селении Инья. 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 Есть, кстати, Иня такая речушка в Сибири. Мы находимся в селении Инья в Сибири. Как полагают, здесь работал институт, в котором десятилетия назад самые блестящие умы должны были совершить невозможное. Оживить трупы. Сегодня на месте комплекса остались одни руины. Сложно определить, что именно там было раньше. До сего дня нам попадаются предметы, напоминающие медицинское оборудование. Но очевидно, что там была не больница. Местный сторожил вспоминает. Однажды приехали военные, разметили территорию и начали строительство. За несколько лет его закончили. Строили здание одно за другим. Мы были рады, потому что появилась работа. Но как только стройка закончилась, военные оцепили участок колючей проволокой и запретили даже подходить сюда. Помню, приезжали грузовики, из которых солдаты разгружали какое-то оборудование. Вон там была большая стоянка, куда приезжали здоровые грузовики. Говорят, это были авторефрижераторы. Так больше дюжины лет было, и ничего не происходило. За два или три года до того, как они закрылись, произошли какие-то странные вещи. Мы видели, как они привозят людей, и вся деревня слышала крики посреди ночи. Мы решили, что они там людей убивают. А однажды все просто прекратилось. Грузовики уехали. Военные остались на какое-то время, а потом приехали инженеры. Разрушили все до основания. И все. Что могло быть в этом комплексе? Мы попросили помочь ответить на этот вопрос доктора Лигиева, известного историка. Предыдущее правительство не раз строило секретные объекты в сибирской глубинке. Не обязательно придумывать какую-то сказку с правонормальными явлениями. Это может быть связано с секретной военной деятельностью. Хотя в исторических источниках ничего не говорится о деревне Инья и каких-либо военных или научных объектах в этом районе. Это противоречит рассказам местных жителей. Нам удалось найти документы, которые могут пролить свет на дело. В отрывке и с переписки с засекреченными именами отправителей и получателей упоминается объект в Сибири, куда военные отправляют тела заключенных в рефрижераторах для дальнейших опытов. Далее автор пишет. Надеюсь, что вам все же получится что-то с ними сделать. Потому что терпения горы на исходе, а одного ожившего недостаточно. О, какие пироги. Терпение горы на исходе, ребята. Гора тут еще что-то терпит, оказывается. Гора-то у нас терпила. Что это за проход? Куда он нас приведет? Куда нас приведет проход? Очевидно, не туда, куда нам нужно. Нужно нам вернуться обратно к костерку. И от него идти опять в пещеру. В другую. Фух. Так, ладно. Тут мы уже можем спаститься. Оу! Давайте сохранимся еще раз. Что нам стоит? Что? 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 Нету сохранения, что ли? Ну, ладно. Так. Возвращаемся в ту пещеру. Идем по старому маршруту. Но теперь уже пойдем не туда, куда в прошлый раз. А по-другому. А то, блин, чертову последнюю точку нужно все-таки найти. Так. Вот по этому спуску, да? Вот там я был. Туда мне больше не надо. Странно, что я так подумал, что это та записка, которая мне нужна. И подобрал ее, потому что я же видел ее отсюда. В принципе, даже понимал, что это за записка. Ну, ничего. Лишняя записка нам не помешает, я так думаю. Так, теперь нужно пробежать как-то более-менее прямо. Не представляю, правда, как это возможно. Ух. А вы слышали, да, когда я подходил к последней записке? Ну, крайней, так скажем. Там кто-то шептал прям так очень громко и неприкольно. Ух, опять отправляемся в пещерки. Так, вот только я не понял. Мне туда вот надо? Или туда? Или куда мне надо? Так, давайте посмотрим. Я, по идее, пришел вот сюда. Вот тут спрыгнул. И теперь мне нужно идти налево. По идее, налево. Только не туда, куда я в прошлый раз шел. Куда-то в другое место. Блин, а как я в другое-то пойду? А в другое я никак не пойду, значит, нужно было направо идти. Ты уж за ногу, а. Ладно, пойдем. Еще можно, кстати, вот туда пойти. Там вообще не знаю, что такое. Ух ты, бля. Что за нехорошие звуки? Опять какой-то мостик. Легкие снежинки летают. О, боже. Гнетущая атмосфера. Вы не предлагаете сюда пойти? Хорошо. И куда я вышел? Я вышел на озеро. Вопрос, конечно же, что это за озеро? А, теоретически я мог выйти вот сюда. То есть мне нужно пройти через озеро. Окей. Тут вот еще стоит фокелок такой. И куда конкретно я должен идти? Мне пока неизвестно. Так, вот теперь уже слышно, что я хожу по такому льду. По льду хожу. Так. Наверх я сюда не поднимусь. Нет, я поднимусь. Но вот дальше... Дальше я сомневаюсь. Дальше похоже, что нет. Если только куда-то вот туда. И то, кажется, тоже нет. Ух, отсюда, видимо, я буду тоже потом обратно бежать. Что ж, давайте возвращаться. Искать другое место. Седалок мне тоже явно не надо. Скверные пейзажики. Знаете, одному очутиться в таком месте неприкольно. Еще из-за того, что можно замерзнуть. В игре это не чувствуется. Я помню, лишь одна игра была такая, в которой там замерзание и тепло были частью геймплея. Я не помню, правда, как она называется. Она вроде была то ли украинская, то ли русская. Так, вот по этому дереву я могу подняться. Похоже, что да. Вот только куда. Мне туда надо. Тихо, тихо, тихо. Не похоже, что мне сюда надо. Меня сюда просто не пускают. Фух. Ладно, тогда пойдем дальше. Просто пойдем дальше по этому озеру. Куда оно меня может привести? Оно меня может привести к другому озеру. Это как-то неприкольно. Все-все мерзлые пейзажи. Камни, деревья. Ведь деревья растут в такой погоде, в такой природе. Ничего, нормально. Значит, и мы можем жить при особой сноровке. Так, тут ничего. Ребятки, как мне выбраться с этого озера? Попасть на землю нужно. Ах, причем мне нужно попасть там в пещеры какие-то. А я пока не могу даже с озера подняться никуда. О! Вот это неспроста. Огонек. Смотрите, там еще факел. Дорога куда-то вверх. Гора какая-то страшная. Может, это она и есть, гора мертвецов? О, смотрите, желтый. Желтый чувак означает, что все хорошо. Знаешь, вначале я хотел все исправить. Я верил, что меня коснулся сам Бог. Что я получил шанс компенсации за причиненное мне зло. Потом я понял, что это не Бог, не добро, не компенсация. Просто инструмент мести. Вот такие пироги, ребята. Инструмент мести. И за что же мы мстим? Смотрите, тут нехорошие черепки. Мне это прям не нравится. Я иду какой-то нехорошей дорогой. Черепа, кости. А ведь там были факелы. Красивые такие огненные факелы. Но я пошел почему-то здесь. Но это выглядит единственной дорогой. Ты идешь ко мне? С кем мы разговариваем? Не очень понятно, с кем мы разговариваем. Ладно. Мне нужно просто пройти сюда. Ух ты ж, блин. Дорожка непростая. Пока не слышно никаких записок. Не видно черных, но видно огненных вот этих людей. Духов. Или кто они. Так. И почему-то я ухожу. От всего, что было. И почему я ухожу? Мне как бы не надо вроде бы уходить. Может, стоит все-таки как-то вернуться, а? Не послышалось? Не послышалось, что была записка где-то. Так, смотрите. Я тут такой ходил, ходил. Туда мне не нужно? Туда мне вроде бы не нужно. Ходил, ходил и пришел вот сюда. И там что-то находится. Как туда пробраться, вопрос. Как-то оттуда. Видимо, нужно идти дальше. Дорожки тут очень запутанные. Казалось бы, открытый большой мир. Нет ничего подобного. Наш персонаж не умеет прыгать, не умеет карабкаться. Поэтому мы должны просто следовать по пути, который часто бывает заблокирован. Так, ладно, мы куда-то пришли. Мы спустились вниз. Есть спуск еще ниже. Нет, ну самую пропасть нам, конечно, не надо. Это ничем хорошим не закончится. А вот сюда пройти... О боже. Что за фигня? Камнепад! Камнепад! Твою мать! Валим! Валим! Скорее, скорее сюда! Камни продолжают падать? Чёрный! Я тебя видел, парень. Я тебя видел. Так, и куда я вышел? Может, мне нужно было наверх? Давайте посмотрим. Куда я мог выйти? Да, действительно, я вышел не туда. Мне нужно было наверх. Мне нужно вернуться к чёрному. Представляете? Так, а где поворот? Вот он. А-а-а! Поднимайся! Чёрт возьми, ты шутишь! Неужели мне не нужно наверх? Ну, мне же нужно как-то пробраться. Мне вот туда нужно как-то пробраться, походу. Так, ладно. Чёрного мы прошли. Это хорошо. Что, давайте пойдём сюда. Или можно было как-то там под нас? Смотрите, ещё... Ещё координаты. Так, хорошо. Идём дальше. Фух. Шелестящих записочек пока не слышно было. Так, идут ступеньки наверх и идут ступеньки туда. Даже не ступеньки, а дорожка. Давайте наверх пойдём. Мне кажется, что мне нужно наверх. Смотрите, как тут... Как будто человек лицо трогает пальцами. Или это мне так просто кажется? О! Записку слышно. Но она как будто где-то внизу. Или нет? Я не понимаю, где она. О! Где ты? Где ты? Опа, там чёрный. А записка где-то недалеко. Записка где-то, походу, наверху. Не дай бог, чёрный сейчас передо мной где-то появится. Вы мне что, предлагаете туда спуститься, к нему? А куда потом идти? Давайте посмотрим. Так, это если мы пошли сейчас сюда... Блин, нам надо как-то спрыгнуть вниз. Получится ли там вот подняться, я не знаю. Но нам больше ничего не остаётся. У меня что, шатать начало? Фух. Смотрите, куда я пришёл. Фух, чёрного я не видел. Жесть какая. Жесть жестокая. Так, чё у нас тут? Записочки нет? Я не вижу. Значит, нужно идти наверх. Фух. Ребятки. В требовательном шаре в дерево это было неожиданно. Но хотя это тоже совсем не скример. Скример это вот как вчера мы видели в Гаррис Моде. Если вы смотрели, конечно, мой Гаррис Мод. О, и кажется, мы пришли туда, куда нужно. Походу, эта точка самая жёсткая. Посмотрите, тут всё в черепах. Так, и где наша записочка, ребятки? О, боже. Вот она. Если вы читаете эти слова, кем вы не были, я молю вас, помогите нам. Нас держат вместе под названием Почтовый ящик 5. Я не знаю, где это, и даже не знаю, какой сейчас год. Они не разрешают нам общаться ни с кем из внешнего мира. Они закрывают нас в камерах по 4 человека. Я видел дюжины таких камер. Они говорят о чём-то, что называют Аномалия 7. Каждый день над нами ставят опыты, изучают, пытают. Я видел, как они убивают людей. Я видел ужасные вещи. Напишите об этом. Расскажите всему миру. Они проводят самые худшие эксперименты, которые только можно представить. У них есть камера, которую мы называем камерой страха. Не описать словами того, что происходит с теми, кто там оказывается. Некоторые возвращаются, но иными. Будто в них больше нет личности. Других выносят мёртвыми. Только немногие остаются в своём уме. Я видел яркий оранжевый свет, который говорил со мной голосами демонов и показывал мне образы, которые хуже любого кошмара. Иногда люди выходят оттуда со сломанными костями. Они выходят изуродованными, раздавленными, облучёнными радиацией, бесконечностей. Я больше не могу это выносить. Избавьте меня от этих видений. Среди нас есть учёный. Он сказал, что в ходе этих жутких опытов они обнаружили что-то из другого мира. Они пытаются его изучить, а на самом деле это оно их изучает. Он сказал нам, что в мире есть и другие подобные места. И настанет день, когда врата в ад распахнутся. Вам нужно положить этому конец. Уничтожить это. Уничтожить нас. Убить нас всех. Центром руководит НИИ природных явлений РФ. РФ, я замечу, да? Не Советского Союза. Я увидел это название на пропуске мужчины, который меня допрашивал. Он сказал, что мы заключённые преступники, убийцы, насильники, грабители. Но это неправда. Я ничего плохого не делал. Я всех их ненавижу. Они называют нас пациентами. Имён не используют, только порядковые имена, номера, то есть. Я пациент номер 73. Я даже не помню своего настоящего имени. Молю вас, помогите. Сожгите это место дотла. Если это письмо попало из-за стены центра, если охранница, пообещавшая его передать, сдержала свои обещания, то вы должны что-то сделать. Клянусь всем святым. Вы просто обязаны. Мой единственный сокамерник, Антон, шепчет мне на ухо, что всё будет в порядке. Этот оранжевый свет поёт голосами сотен ангельских хоров. Антон пообещал мне, что если я внимательно буду слушать пение, то он меня освободит. Но иногда мне кажется, что ничего из этого не существует. Нет ни тюрьмы, ни решёток, ни врачей, ни Антона. Есть только пугающий, пронизывающий оранжевый свет. Охренеть. Ох ты ж, бля. Ебать. Ебать. Чё происходит? Рушится всё и опускается оранжевый туман. И это нехорошо. Потому что нужно валить нахрен. Блядь, блядь, блядь. Туман отовсюду. Вот тот проход, который мне нужен. Но я не могу бежать. Скорее, скорее, блядь, Антош, или кто ты там? Давай, вали, чувак. Давай, прыгай, пожалуйста. Есть. Фух. Давай за этим парнем. Твою ж мать. Твою ж мать. Всё сыпется просто на глазах. О, боже. Хухухухухух. Слушайте, а ведь как правильно меня довели, что это последнее место, которое я должен посетить. И всё так эпично разрушается. Фух. Давай, 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 чувак. Оживай, оживай. Нам нужно бежать. Всё? Нет, нифига. Туман ещё идёт. Ох, а я вернулся на сохранение. А куда мне идти? Куда мне идти? Чёрт, чёрт. Этот туман уже повсюду. Фух. Он вроде рассеялся. Нет, нифера. Чё-то бомбит. Фух. Что за звуки? Я вышел на озеро. Я вышел на какое-то озеро. Так, знаете, что я думаю? Что нужно вернуться к этому лагерю. Там же ведь был костёр. От костра я быстро перемещусь. Ебать, а я, походу... Я, походу, не вернусь туда. Или вернусь. Как я туда забирался? Чёрт возьми, я на этом озере, что ли? А, да не. Не. Ладно, пойдём. Так, вот тут пещера. Из которой я выходил, да? Ладно, мы просто вернёмся обратно. Блин, а этот звук продолжает херачить. Мне это не нравится. Ебать, колотить. Как это неприкольно, а? Чувак, хватит. Мне не нравятся эти звуки. Как будто что-то огромное идёт. Какой-то каменный голем. Может, я от этого костерка могу, а? Нет. Нет, нифига. Ладно, возвращаемся. Так, а, вот это место я помню. Тут я брал одну из записочек. Сейчас мы... И опять шёпот. Вот это вообще не круто. Сейчас мы вернёмся, короче, куда нам надо. Так. Оп, шлёп. Давай вот сюда. Забирайся, забирайся, парень. Антон, я так понял, нашего гигроя как раз и зовут. Тут очень запутанный сюжет, но... Что-то такое прослеживается. Более-менее определённое. Ух, мне нравятся эти звуки. Надо было, кстати, от той палаточки-то переместиться. Я так понял, знаете, что это такое? Это с теми центральными камнями что-то происходит. Ох, нихрена. А с небом что происходит? Жёстко. О, тихо, тихо, Антоша. Ебать. А чё так часто звуки стали эти херачить? Может, это в натуре кто-то идёт? Так, подошёл я к палаточке. Давайте переместимся вот к этому лагерю. А мы сейчас вот у этого. Так, на Е, по-моему, да? Нет, не на Е. На какую кнопку? Левая кнопка мыши. Логично, блин. Ого! Кажется, теперь всё понятно. И чё мне? Пойти туда? Ё-моё. Офигеть. Опа. Чё-то происходит. Дневник? Что это такое? Ебать. Фу-ху-ху-ху. Отлично, листок прилетел мне прям в лицо. Акт третий. Я чё-то не заметил, когда успел второй начаться. Итак, мы дошли до конца. Ты понял, какую роль играешь в моём плане? Случайных жертв не бывает. Полностью невинных не бывает. Возможно, ты думаешь иначе. Но когда ворота в секцию 22 откроются, и миру явится настоящий безумие, ты поймёшь, что всё, что я сделал, было необходимо. Я немножко не понимаю, о чём это. Я бегу на свет костра. Потому что свет костра, это, пожалуй, единственное, на что можно ориентироваться в этой игре. А мне нравится вот этот эффект, когда ты теряешь, так сказать, выносливость. Ой-ой-ой. Я слышу какие-то странные голоса. И я больше не могу бежать. Найди путь, я слышу. Нет, вот теперь я могу бежать. И опять эти страшные звуки. Так, ладно, надо добраться до костра. Ё-моё, смотрите, какие звёзды. Мне кажется, или это то, о чём я думаю? Вот, только не надо скримера, господи. Ай-яй-яй-яй. И что это? Господи. Вот это появление было страшным. А, и это титры. Ну, в общем, что мы получили в конце? Мы слышали звуки, как что-то разрезается. Это было похоже на палатку тех самых дятловцев, которую нашли изрезанной с одной стороны. Как будто люди, участники этой экспедиции, очень быстро из-за чего-то покинули эту палатку, разрезав её боковую сторону. Они сбежали вниз по горе. Там у дерева они устроили внизу костровище. Кто-то начал возвращаться наверх по склону и, замерзая, они умирали. Кто-то остался внизу, кто-то вообще пошёл, видимо, так к ручью дальше. И, в общем-то, никто не выжил. Ну, а в этой игре нам рассказывается, будто бы наш главный герой их там всех убил. Я так понимаю. Ну, вот. Сомнительный такой сюжетец. По крайней мере, развязка интересная, да, но сомнительная. Не знаю, есть ли тут какая-то хорошая концовка. Возможно, если бы мы обошли все вот эти тайные места, открыли бы все пасхалочки... Ой, пасхалочки, записочки все прочитали бы. Возможно, что-то закончилось бы по-другому. И мне кажется, что так оно и есть. Если что, в общем, ищите другую концовку на просторах Ютуба. Я, наверное, не буду её снимать. Ну, а вам, дорогие друзья, хочу сказать спасибо, что посмотрели это прохождение. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии под видео. Подписывайтесь на канал Мехакера, ждите моих новых видео, стримов, переводов и многого другого. А с вами был, собственно, Мехакер. Всем пока.